Ребята, наконец-то весна у нас полностью вступила в свои права, и погода на улице у нас очень отличается в сравнении с 1 марта. А это значит, что настало время порадовать пенсию. Сегодня у нас по плану техобслуживания, текущий ремонт, я хочу поменять задние конники, которые у нас опять превратились в мясо, и попытаться разобраться с функциональной системой, и может быть все-таки сегодня Джета уже перестанет рычать как настоящий спорткан. Для начала мы возьмем нужные инструменты, ну и, собственно, отправимся в гараж, чтобы все это красиво сделать. Масленные фильтры Knecht Malhe OS204, аналог оригинала для Джета 1.6. Отбойнички короткие, не оригинал, фирмы AutoMega. Маслечко, новый Сай 5W40, постоянно его заливаю. Конечно, петрушка это мало, но у меня остались остатки после смены масла в прошлые разы, поэтому только литра мне не хватает для замены. Ну и самое интересное, хомут склопной. Хомут автосистемы, в котором здесь мы поменяем всякие таблики. То есть что, если у вас стоит за вас сканная защита двигателя, то вам для начала нужно открутить торксы по периметру. Вот они здесь у нас идут, сколько? Четыре штуки. И такие же четыре штуки с другой стороны. После этого у нас здесь три болта спереди и два болта. Нет, не эти вот эти. Два болта. Раз. И два сзади. Для торкса нам нужен вариант Т20. Ах ты! Т25. А для болтов, как перейти, так и за них нам нужна головочка на 13. Для начала мы полностью выкручиваем передние. Три болта. Не переживайте, у вас никуда защита не упадет. Потому что она держится вот там в тех дальних пластиковых пазах. А потом мы же откручиваем задние. И, например, как я использую свою голову. Можно на нее положить защиту. И потом аккуратно ее снять, чтобы она никуда не упала. Кстати, в отличный раз я убеждаюсь в том, что плохо, когда машина не ездит. Раньше я как бы часто ездил очень зимой. И вот не было такого налета. И даже те же болты как-то откручивались более приятно и комфортно. Кстати, еще я вас прошу внимания обратить на то, что левый болт по движению автомобиля, он длиннее, чем два остальных. Вот видите, для сравнения этот и два тех. Поэтому, когда обратно ставится защита, это важно учитывать. Ну и, собственно, наша масло-сливная пробочка. Для снятия сливной пробки нам нужна головочка на 19 или ключ. Хотя я все время забываю, какая именно здесь размерность. Поэтому никогда с собой не беру ключи. Теперь я забыл узнать, что это на 19. Поэтому срывать придется трещоткой, что, конечно, не очень правильно. Естественно, пока я нашел тряпку, чтобы вытереть руки, масло уже почти все стекло. И осталась тонкая струйка. Самый масляный фильтр вносим с помощью такого съемника, если он у вас есть. Либо просто продолбаться руками. В любом случае результат должен быть положительным. Мы его сорвали и дальше без проблем крутим ручками. Но ожидаем то, что сейчас начнет капать масло прямо на нас. Тепленький, только с печки. Даже руками держаться не сильно приятно. Отработал свое, без проблем открутился. Пробег на фильтр составил 10 тысяч километров. Мы поставим ноги, точно такой же, и все у нас будет в порядке. В новый фильтр мы нальем немного маслица из старых запасов. И предварительно вытираем все тряпочкой, ставим на место новый фильтр. Затягиваем руками. Не надо здесь никаких придумывать схем по поводу удлинителей. Потому что руками нормально затягивается, с нормальной человеческой силой. Саму пробочку желательно поменять у нас. Общие производители рекомендуют это делать на каждой замене масла. Но по сути это можно делать через раз, там или через сколько-то еще. Потому что все-таки она изнашивается и можно потянуть резьбу. Ну и пробный пуск после замены масла. Ждем пока потухнет лампочка у нас масла. И заводим машинку. Нормально, лампа не горит, значит давления хватает. Видим, что здесь у нас ничего не капает. И из-под фильтра тоже, поэтому без всяких проблем можно обратно ставить защиту двигателя. Ну и проверяем после заводки уровень масла. Половина уровня, я думаю, нам на первое время хватит. И все, готово. Масло поменено. После этого я обычно меняю воздушный фильтр. Он как обменяется достаточно легко при помощи только одной отвертки. Но мне это уже сделали достаточно караффицированные специалисты. Поэтому сегодня я туда лезть не буду. Тем временем пошел дождь. Как ни странно, но воздух у нас свеженькие капли, хотя светит солнце полным ходом. Ну и весна, что сделать? И мы, собственно, переходим к нашим отбойникам. Вот в таком состоянии они находятся. Наверное, не сильно понятно, но снизу видны надрывы. Ну, здесь как бы совсем все плохо. Вот я думаю, это можно видеть просто невооруженным глазом. Для этого, естественно, мы снимаем колеса, целиком стойку. И без всяких проблем меняем задние отбойники. Ну, теперь, я думаю, более наглядно понятно, почему я решил поменять задние отбойники. Они целиком порвались. Никуда не держится пыльник. Все это болтается. Поэтому сейчас мы будем полностью их менять. С нижним креплением стойки амортизатора нам поможет ставить ключик на 21. А чтобы крутить верхнее крепление, нам поможет головка на 16. Для удобства снятия заднего амортизатора мы можем родным домкратом немножко приподнять нижнюю чашку пружины. И таким образом ослабится давление на болт, который у нас крепит нижнюю часть амортизатора. И без проблем вы его снимете. И после пары простых движений, в принципе, стойчика у вас уже на руках. И здесь наблюдаем то, что нам нужно открутить. И для этого нам понадобится ключик на 16 с открытым доступом, чтобы можно было отвертать центральную часть, придерживать подскалубцами во время вращения. Подскалубцов также лично пойдет ключик на 6. Все это дело сорвали, дальше откручиваем спокойно пальчиками и снимаем верхний опорник вместе с остатками отбойника. Кстати, я хочу вам сказать, что отбойники на джеке, в принципе, как и на Octavia 5, бывают круглые, как здесь, и бывают еще овальные. И для сравнения новый отбойник и остатки старого. Стойку мы вытираем от пыли, грязи, в принципе, стойка у нас еще стоит оригинальная, то есть машине 10 лет, стойка стоит еще родная. Собираем все это счастье, мы обратно в последовательность. На начале в пыльник одеваем новый отбойничек и потом одеваем его уже в опору и всю эту конструкцию обратно размещаем на амортизатор. Отбивается отбойник в пыльник достаточно жестко, поэтому я использовал средство для рук, немножко смазал и очень хорошо он туда зашел, теперь еще пахнет ядочным ароматом. Ну вот как-то так, и теперь обратно собираем в такой же обратной последовательности и одна сторона у нас готова, вторую меняем аналогично и машина радуется езде на новых отбойниках. Вот отбойнички поменяли, масло поменяли, в принципе, в ближайшие 10 тысячи можно не заглядывать. Естественно, я, конечно, не успел поменять хомут хлопной системы, это уже ветер, уже кушать хочется, поэтому я думаю, для этого принесем следующий день. И вот внезапно уже другой день и надеюсь, что сегодня все-таки мы победим хлопной системой, как вызванем джетто. Напомню, что сейчас машина заводится, звучит вот так. Вот она такая трубка. Сама трубка, в принципе, целая, только хомуты сгнили, она вот сейчас не поджимает ее, вот эта вот вся печаль из-за этого и произошла. Графитка такая в этом, когда светишь, прям приливается, зелененькая, металлик какой-то. Это еще Бердянский завод делал. Вот, собственно, остатки старого хомута. В принципе, сам хомут еще в очень хорошее состояние, металл достаточно крепкий, где не погняло. И вся проблема случилась только в самих хомутах. Ну вот, собственно, и все. Джетто обслужено, устроены мелкие неполадки. И теперь осталось только под сезон покрасить државые тормозные диски, затем работать кузов пластилином, кинуть летние коврики. И, наверное, все-таки нужно еще раз полернуть диски, которые стоят на колесах, потому что я их в том году особо не полировал, раньше уже мелкая паутинка, немножко их мотовито. Так будет гореть на солнышке, и все будут радоваться. Ну, я вам желаю всего хорошего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok